Главные спонсоры выпуска — подписчики варпмейка на Бусти. Огромное спасибо! Статистика гласит. Штурмуя хорошую крепость, которую обороняет компетентный командующий, вы почти наверняка умрете. Постарайтесь, чтобы ваша смерть принесла пользу. Тренировочное пособие для подрывников-смертников из штрафного легиона. Если кому-то однажды довелось видеть в бою Сионов Тимпестус, будьте уверены, он не забудет этого зрелища до самой смерти. Некогда эти солдаты были обычными сиротами, но школа про гениум распознала их таланты и превратила детей в живое оружие. Сион и Тимпестус, они же штурмовики-милитарум Тимпестус, вышкалены до предела возможностей человека. Они выполнят любой приказ командования, сколько бы опасным или бесчеловечным тот ни был. В их распоряжении самые совершенные оружие и броня из тех, что доступны солдату. И, что гораздо более важно, в душе каждого Сиона горит неугасимое пламя веры в Бога Императора и ненависти к его врагам. Необходимо ответить на важный вопрос. Являются ли Сионы просто отборными гвардейцами-астромилитаром? Дело обстоит так. Обе организации подчиняются администратому, то есть чудовищно раздутому аппарату управленцев и бюрократов Империума. На бумаге милитарум Тимпестус всего лишь составная часть гвардии, на практике это автономная структура. У Сионов свое командование и снабжение, а также невероятно сложные и опасные задания, присущие элитным войскам. Подробнее о них можно узнать, посмотрев посвященный Сионам выпуск Ваха Фактов. Ссылка на экране и в описании. Но штурмовиков, выпущенных школами про гениум, не хватит ли участия во всех войнах, которые ведет Империю. Поэтому и внутри астромилитарум создаются отдельные ветеранские полки. Рассказ о них нам хотелось бы начать с гвардии Терекса. Специалисты по муштре знают. Если вам нужен бескомпромиссный и запредельно воинственный комиссар, добро пожаловать на планету Терекс. Местная школа Экскубитас известна во всем регионе. Это дочерняя организация школы про гениум, что воспитывает разнообразных агентов Империума. Но кроме этого, занимается и тренировкой солдат, которых планета, в свою очередь, отдает в качестве десятины. Поэтому говорят, что полков-гвардейцев с Терекса практически то же самое, что и полк, состоящий из комиссаров. Это недалеко от истины, ведь их, то есть комиссаров, среди тираксианских солдат действительно много. А если учесть, что все эти солдаты облачены в панцирную броню, нетрудно представить, насколько эффективна подобная армия. В некоторых полках Астромилитарум штурмовиков называют гренадерами. Но когда мы говорим о лучших из лучших, то на ум в первую очередь приходит Корпус Смерти Крига. Его полки можно считать одним из символов Империума. Гвардейцы Корпуса не знают ничего, кроме войны. Они шестеренки механизма битвы. Зачастую им ни к чему даже имя. Хватит и личного номера. По первому приказу командира Криговцы будут сражаться, пока не одержат победу или не погибнут все до последнего. Представьте себе серую, покрытую грязью равнину. Она усеяна окопами, мешками с песком, противотанковыми ежами, уничтоженной техникой и сотнями тысяч трупов. Кажется, что ничто не способно сражаться в этом аду. Но вот они, солдаты в шинелях и противогазах. В десятый, двадцатый, сотый раз за день наступают на укрепление противника. И на острие их атаки неизменно будут штурмовые войска. Гренадеры Корпуса Смерти Крига. Этих молчаливых солдат набирают из людей, отмеченных Богом Императором Человечества. Туда, к примеру, попадают те, кто выжил, когда их подразделение пало. У сержантов, которых еще зовут надсмотрщиками, или комиссаров, что приноровились опекать криговцев, настоящий нюх на подобных бойцов. По их рекомендации, гвардейцев зачисляют в гренадеры Корпуса Смерти. Что ж, эти войны часто и вправду заблаговременно считают себя мертвецами. Мучениками за правое дело, которых Император на время оставил в живых. И правильно делают. Обычно потери среди гренадеров Крига составляют 80% личного состава. Эти бойцы идут в бой пешком, или, если требуется быстрый маневр, передвигаются с помощью бронированных тягачей типа Кентавр. Они уверенно шагают в гуще простых солдат, усиливая своей огневой мощью прочие войска. Зачастую у них особое задание, и они охотно пожертвуют собой, чтобы выполнить его. Ведь если ты зачислен в гренадеры Крига, пути назад нет. Только вперед, к яркому солнцу победы. И повышению по службе, если Бог Император того пожелает. Теперь давайте нарисуем образ типичного гренадера Корпуса Смерти. Он облачен в панцирную броню, состоящую из усиленной керасы, трехсегментных наплечников, наколенников и защиты голени. Его голова скрыта под шлемом типа 9, а лица не видно из-за противогаза, характерного для ультрамилитаристской культуры Крига. Тяжелую броню пехотинца невозможно использовать без регулятора типа 5, который расположен на спине солдата, заменяя с собой вещевой мешок. Там же находятся канистры респиратора и батарея хотшот лазгана, который по документам зовется тяжелым лазганом типа 14. Гренадер несет расходники и сухпайки в поясных подсумках. Его личное оружие не оборудовано креплениями для штыка, но штык все равно имеется. Мало ли, вдруг придется сражаться в рукопашную. Подобно космодесантнику, гренадер Крига вооружен двумя типами гранат. Осколочными фраг-гранатами и противотанковыми краг-гранатами. Взгляд гвардейца всегда устремлен вперед, но он знает, что возле него шагают боевые товарищи. Большинство с хотшот лазганами наперевес. Некоторые сжимают другое оружие. Тяжелые стаберы, огнеметы, гранатометы, мелта и плазмаганы, а также снайперские винтовки. Где-то позади бредут два пехотинца. Им доверили тяжелый огнемет. Справа от гренадера вышагивает сержант-надсмотрщик. В одной руке он несет хот-шот лаз-пистолет, ладонь другой покоится на рукояти цепного меча. Наш герой ждет, когда все они войдут в зону поражения орудий противника. Лишь тогда начнется искупление. Лишь тогда его пустая жизнь обретет смысл. Не по уставу, да. Ересь, почти. Однако своими действиями гвардеец Марба спас не только губернаторский дом, но и, в ретроспективе, всю военную кампанию. Милорды, после долгих размышлений я советую сделать так. Отправьте гвардейца Марба на... И благодарите императора, что он на нашей стороне. Секретное сообщение высшему командованию сектора. Гренадер Крига, закованный в тяжелые панцирные доспехи, неотвратим, как кара императора. Однако не все элитные войска астромилитарум сражаются подобным образом. Некоторые больше полагаются на смекалку, быстроту и умение действовать незаметно. К примеру, катачанские джунглевые бойцы. На их родном мире смерти флора и фауна невероятно опасны и пытаются умертвить неосторожных. Поэтому среди катачанцев нет неосмотрительных людей. Они погибают до того, как успевают стать обузой. Здесь дети учатся стрелять раньше, чем встают на ноги. И все равно половина жителей этой планеты гибнет во младенчестве. Еще четверть умирает до того, как им исполнится 10 лет. Зато выжившие сильны, как Грокс, и хитры, словно дьявол. Лучшие из них так и зовутся — катачанские дьяволы. Эти ветераны не используют тяжелую броню и предпочитают сражаться налегке. Их чувства отточены до бритвенной остроты даже по стандартам катачана. Они такие же смертоносные, как и длинный нож, которым дьяволы орудуют при каждом удобном случае, чтобы не поднимать лишнего шума. Ведь они, прежде всего, разведчики, диверсанты и подрывники. Они идут впереди имперской армии, уничтожают вражеские засады, создают суматоху, заманивают врагов в ловушки и тактически выгодные для имперцев места. Как правило, в одном отряде дьяволов до десяти бойцов. И уж поверьте, их будет достаточно, чтобы выдержать ярость противника, когда наконец-то начнется настоящая битва. Тогда ветераны покажут, что они еще и отлично стреляют, в том числе из тяжелого оружия. Вероятно, наиболее прославленное подразделение такого рода — кампании на мирах смерти, кровавые мясорубки, приказы переломить ход сражения, печальный исход которого практически неизбежен. Вот типичные задачи для элиты Кадианской гвардии. Добро пожаловать на пустынный мир смерти Дэш Кевар, уникальную плату Империум. Ее осаждают Тау, превратившие высочутую пустошь в залитые крови поля битвы. Ни одна из воюющих стан не собирается отступать. Кто же в таком случае будет тропать на благо всей структуры? Кто охраняет бесчисленные объекты, принадлежащие Ордосом? Все эти базы, крепости и черные корабли. Где же в конце концов дядь осцов проверенных солдат для проведения крупных операций? Внимание! Связь прервана! Обнаружены варп-помехи! Автоматическая настройка! Неудачно! Для того, чтобы продолжить просмотр, пожалуйста, перейдите на пусть и варп-маяка по ссылке на экране и в описании видео. Император хранит! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok